То, как работает телевидение. Во время войны 2006 года в Ливане корреспонденты ливанского телеканала «Альманар», который, кстати, работает и в России, расставили свои телекамеры там, где впоследствии проходил фронт. И во время войны 2006 года, когда CNN говорил о том, что Израиль прорвал линию обороны Хизбаллы и уже находится там-то или там-то, любой человек в Ливане мог включить «Альманар» и убедиться в том, что это ложь. Все знают, что такое CNN, мало кто знает вне арабского мира, что такое «Альманар». Тем не менее, «Альманар» сыграл гораздо большую роль в победе в этой войне Хизбаллы, чем это можно было предполагать до этой войны. Второй пример, который я хочу вам привести, это пример Тахрир. Наверное, те, которые из вас интересовались этими событиями, революцией в Египте, вы могли наблюдать, как показывалась эта революция. Если у вас есть иностранные каналы, вы могли видеть, как это происходит. Я провела на Тахрире массу времени, и когда я приходила, измученная от пребывания на самой площади, я включала телеканалы. И когда вы переключаете их, вы видите, что журналисты не работают на площади. Журналисты поставили, они закупили себе номера в самом дорогом отеле, который выходит на площадь Тахрир, это было два, и разместили там камеры на двадцатом этаже. Поэтому все, что видел западный зритель, он видел мельтешение муравейника. И было все равно, что это за муравьи. Какие-то муравьи с одной стороны, какие-то муравьи с другой стороны. Потом они бросают друг в друга бутылки с зажигательной смесью. Ну, какая-то масса где-то там, внизу, и непонятно, что они хотят, и непонятно, вообще, люди ли это. Так работает западное телевидение. Если вы задумаетесь о том, в чем принцип этой работы, чем он продиктован, вы поймете, в чем задача телевидения. Я считаю, что телевидение должно быть скучным. Чем более оно скучное, тем интереснее жизнь в стране. Я считаю, что телевидение должно меньше всего заботиться о рекламных пакетах, которые оно получает. И тем более объективно оно отражает ту реальность, которую оно хочет отражать. И я считаю, что чем меньше зарплата на телевидение, тем честнее работают журналисты. Самые замечательные журналисты нашего времени, может быть, вам это будет странно слышать, работают сейчас в новой газете, где самые низкие зарплаты. Теперь, что касается того, зачем средства массовой информации вообще нужны. Поскольку я газетный журналист, и поскольку я недавно пришла на телевидение, и поскольку я видела, как работают газетные журналисты, и как работаю я сама, и я могу сравнивать с тем, как работает телевидение, я могу вам сказать, что, к сожалению или к счастью, большая часть того, что вам показывают телевидение, это ложь. Потому что даже для того, чтобы вам снять новость, вам нужно случайно оказаться в том месте, где эта новость произойдет. Вероятность этого равна нулю. Поэтому, когда журналист делает новость, он создает вам эту картинку, он создает вам реальность. Если у этого журналиста в мозгах нет ничего, а у большинства журналистов в мозгах нет ничего, то у него нет никакой возможности оттолкнуться от чего-то, что позволит ему послать своему зрителю правду. Лучшие телеканалы этого мира, это упомянутый мной Альманар, что значит «Маяк», это иранская англоязычная телекомпания «Пресс-ТВ». И, да простят мне саморекламу, это «Раша Тудей», которую вряд ли вы смотрите, потому что вряд ли вы смотрите на английском языке это телевидение. Если бы «Раша Тудей» была переведена на русский язык и транслировала бы свои сюжеты по-русски, это было бы лучшее российское телевидение, поверьте. Почему? Почему вот эти три канала, это не очень большие каналы, я имею в виду «Альманар» и «Пресс-ТВ», почему у этих телеканалов получается лучше показывать то, что происходит в реальном мире? потому что у этих телеканалов есть идеология. В нашей стране идеология запрещена, наверное, вы это знаете. Телеканал «Раша Тудей» заряжен тем, что он отражает не ту точку зрения, которую транслирует CNN или Fox News. Это не идеология, но это уже позиция, которая позволяет журналистам со всего мира, которые собираются, работают на «Раша Тудей» на «Раша Тудей» и «Пресс-ТВ», они заряжены тем, что они должны выкрутиться, сделать все для того, чтобы сделать убедительным сюжет, который опровергал бы ложь, которую транслирует CNN или Fox News. Это очень мало, но это хоть что-то, потому что остальные журналисты не имеют даже этого. Те из вас, которые интересуются журналистикой, знают о том, что всем журналистам рассказывают, что журналист должен быть над схваткой. Если вы проанализируете журналистские работы, вы увидите, что это никогда не так. Никогда. Когда я уезжала на войну в Ливан в 2006 году, мой главный редактор запретил мне ехать. Просто запретил. Он сказал, что это не наша война и там нечего делать. При этом все телеканалы нашей страны транслировали израильскую точку зрения. Я смогла поехать, только уговорив своего товарища поехать на израильскую сторону, для того, чтобы в моей газете отражалось две стороны. Это касается почти всех конфликтов. Другое дело, что то, что вы можете видеть, не присутствует почти нигде в болевых точках. Ну, Ирак был давно, вы были еще, наверное, очень юными. Разве вы сейчас понимаете, что происходит в Сирии? Разве вы знаете о том, что будет очень скоро происходить в Иране? Разве вы что-нибудь можете рассказать о том, что происходит в Газе или на западном берегу? Нет? Потому что вам этого не показывают. Мне кажется, что только тот человек вырывается из виртуальной реальности, кто дает себе труд сделать свое умозаключение не на основании того, что ему вкладывают в голову, а на основании собственной попытки узнать, какова же реальность. Я вам расскажу об Ираке, потому что это единственная моя командировка, которая никогда бы не была... Я бы никогда не поехала в Ирак, если бы я знала, что я там увижу. Я была там в 2010 году, и я приехала туда из Сирии, из тогда абсолютно спокойной Сирии, где ничто не напоминало о тех событиях, которые были сейчас. Я знала, что приезд журналиста из России в Ирак нежелателен для оккупационных властей. Я знала, что в Ираке трудно работать. Но когда я приехала в Ирак, я узнала то, что никто, ни одна телекомпания мира никому никогда не рассказывала. В Ираке корреспондент не может выйти из гостиницы один. В Ираке вообще иностранец не может выйти из гостиницы один. Впервые в жизни я была вынуждена нанять себе телохранителя. Я узнала, что в Ираке все женщины вооружены, что ни одна женщина, начиная от старших школьниц и кончая старушками, не выходят из дома хотя бы без ножа. Для исламского мира это вообще не характерно. В исламском мире женщина защищена, чтобы вам не говорили, в исламском мире женщина защищена исламскими порядками и правилами общежития. И в исламском мире немыслимо, чтобы женщина ходила вооруженно. Семь лет, а уже теперь девять лет оккупации в Ираке довели это общество до того, что там разрушены все представления о реальности. Все, что я знала об Ираке до того, как я туда приехала, оказалось ложью. Я знала, что там идет гражданская война между религиозными общинами, что там идет религиозная война между христианами и мусульманами, что американская оккупационная армия устраивает быт населения. Постепенно я узнавала о том, что это ложь. Для того, чтобы выяснить, каковы отношения между мусульманами и христианами лучшего места, чем Ирак, нет. Просто трудно работать. для того, чтобы выяснить, как же христиане воспринимают мусульман, нужно прийти просто в Иракскую церковь. Это тоже непросто, потому что, в отличие, скажем, от нашей страны, для того, чтобы прийти в Ираке, в церковь, нужно созвониться со священником, потому что чужих там не пускают. когда вы созваниваетесь со священником или митрополитом или еще каким-то представителем общины, этот человек приглашает вас в определенный момент, он приглашает своих прихожан для того, чтобы вы могли с ними поговорить. Вам разрешают съемку. И эти люди подробно рассказывают историю своей семьи, если эта семья пострадала, если эта семья, скажем, была атакована или она была взорвана или она подверглась нападению. Эти люди знают, когда они говорят о том, кто их убивает. Ни один христианин в Ираке не сказал мне о том, что виноваты в их несчастьях мусульмане, потому что история христианских семей на Востоке насчитывает не 10, не 20, не 30 лет и даже не 100 лет и даже не несколько веков. Они живут бок о бок с христианами, с мусульманами почти полторы тысячи лет. У них громадный опыт взаимодействия. Эти люди знают о своих предках не до четвертого поколения, как большинство из нас. Они знают о том, где похоронены их прадеды, которые жили 400 лет назад. Кто из нас может похвастаться этим? На Востоке христиане это знают. Поэтому когда христиане из восточных церквей, из православных большей части церквей рассказывают о том, кто виноват в их бедствиях во время оккупации, они называют европейцев. В их бедствиях виноваты американцы, англичане и все те, кто поддержали оккупационную активность в Ираке. Что касается суицидов и террористов на Востоке, даже Максим, который знает, наверное, больше, чем кто бы то ни был из отечественных журналистов, тоже так вот бросил от Иракте в Кирбеле, где взорвался смертник. Это уже такой клише, который работает даже в наших головах. Я была в Кирбеле, я была на том кладбище, где мне радостно очень пообещали, что мне сказали, ну если тебя взорвут, то ты будешь лежать вот здесь, потому что здесь лежат те, от кого не осталось даже кусочка. Так, кишки соберем и похороним. В Ираке почти нет террористов-самоубийц. И вообще, когда вы слышите о том, что где-то, скажем, в Сирии сейчас взрывается террорист-самоубийца, вы делите на 100, потому что, как правило, это не террорист-самоубийца. Как правило, это машина, начиненная взрывчаткой, гвоздями, болтами и так далее, которая взрывается дистанционно. Большая часть взрывов, которые происходят в колоннах паломников в Кирбелу, у мечети в пятницу, на рынках после пятницы. Большая часть этих взрывов организуются не смертниками-террористами, а просто вот это заложенные бомбы. Кто их закладывает, большей части узнать невозможно. Хотя, в Ираке, чем ценен опыт этой страны, местным населением были пойманы три раза английские группы, которые переодеты под местное население, минировали мечети. Поэтому, когда вам рассказывают о войне с террором, старайтесь не воспринимать эту информацию за чистую монету. в Ираке, как, наверное, тоже не в одном другом месте, вы видите о том, какое действие производит западное общество на то общество, которое оно хочет цивилизовать. Я жила в отеле Палестина, это в центре Багдада, это отель знаменитый. В 2003 году этот отель был весь нашпигован журналистами, и американская авиация работала просто по этому отелю. Американцы знали, что там сидят журналисты, и они хотели произвести такую акцию устрашения. Так вот, в этом отеле под американской оккупацией это единственное место в Багдаде, где есть ночная дискотека, на которую могут приходить мусульманки, которые могут танцевать, и которые могут публично курить. Ну, возможно, что они могут что-то еще, но это не попадает в область дозволенных разговоров. Более того, есть телеканал, который транслирует только эту дискотеку. Ну, чтобы понять, вот мне, конечно, сложно, наверное, никто из вас не был никогда в таком исламском обществе, ему трудно представить себя. Скажем, в исламском обществе невозможно, чтобы во время лекции кто-то лежал. В исламском обществе невозможно большая часть тех одежд, которые мы себе позволяем здесь. В исламском обществе невозможно представить себе, что, скажем, когда мужчина читает лекцию, что кто-то еще разговаривает. В исламском обществе почти невозможно представить себе, что какую-то лекцию читает женщина. Для женщин, пожалуйста, для смешанной аудитории это уже как-то странно. в исламском обществе, а иракское общество это очень исламизированное общество, несмотря на то, что это бывшая социалистическая страна. Возможность такого танца на подиуме это одетые женщины, но они без хиджаба, хотя там есть и девушки в обтягивающих джинсах, в обтягивающих кофточках и в строгом хиджабе, они танцуют без мальчиков, они танцуют этот круг только девочек. Вот трансляция этого телеканала действует разрушающе на иракское самосознание больше, чем MTV 24 часа в сутки, потому что MTV транслирует какой-то чужой грех. Ну, как бы, ну, есть кяферы, которые там бог знает чем занимаются, а это наши девочки и наши девочки приходят ночью без семьи, без родителей, приходят ночью и остаются до утра, потому что нельзя по Багдаду ходить после 10 ночи до рассвета. и само по себе вот это вот явление разрушает мозги так, как не разрушает мозги ни один миллионный телеканал. Поэтому, когда мы говорим о рейтингах, о рекламе, о воздействии на умы, здесь нужно представлять себе, что есть разное воздействие и оно по-разному влияет на мозги. Мне кажется, что наши мозги уже нельзя ничем поразить. А мозги людей, которые живут в странах цивилизованных, поразить, конечно, можно. С моей точки зрения, цивилизация находится в Багдаде, в Газе, в Иране, но не в Нью-Йорке и в Вашингтоне. Поскольку я впервые в таком лагере, для меня было ну, скажем так, я не буду лукавить, я долго думала ехать ли в такой лагерь или нет. И для себя я обосновала приезд в этот лагерь тем, что мне было интересно посмотреть, что это такое, поскольку самый знаменитый молодежный лагерь это лагерь на острове Утоя, наверное, вы помните о том, как год назад в такой молодежной правительственной организованной правящей партии лагерь приехал человек по имени Брейвик и настрелял там почти 90 человек. И когда я ехала, я сказала себе, что я обязательно напомню своим слушателям об этом лагере и я напомню вам о том, о чем, наверное, тоже вам не доводилось слышать и, скорее всего, не доводилось об этом думать. Этот правительственный, устроенный правящей партией лагерь был не просто молодежным лагерем. Незадолго до того, как собрать этот лагерь, норвежское правительство стало инициатором объявления, предложения, провозглашения членства палестинской лагерем.